Под атакой второй день с перебоями работают официальные порталы ТВ в интернете, а также сайт издания Таймер. Обе страницы перегружены фальшивыми запросами. Идет так называемая ДИДОС-атака. Сотрудники ресурсов связывают это с событиями вокруг ареста Игоря Маркова. Где почитать наши новости в интернете, знает Татьяна Лесничук. Пытаемся зайти на наш сайт, вот как бы, Таймер от Юэй. Все как всегда, нажимаем Enter, что мы видим перед собой. Он просто не загружается. Николай Яковенко, журналист Таймера, уже третий день пытается зайти на сайт своего интернет-издания. Говорит, ничего попросту не работает. Клик по ссылке, несколько секунд подвисания, и вот выдается сообщение об ошибке сервера. Сайт третьей сутки работает с перебоями. Его атакуют фальшивыми запросами ботов. Первоначально думали, что это просто идет большая нагрузка от наших читателей, что очень много человек заходит на сайт, чтобы обновлять новости, смотреть, вот, следить за этой историей с Игорем Марковым, которая происходила два дня назад. Но потом просто сайт начал ложиться очень капитально, на час, на полтора, и стало понятно, что действительно идет атака на сайт. На наш сайт идет массированная атака какими-то ботами, которые искусственно заходят, выходят, заходят, выходят. Вот тысячи таких заходов в секунду, и все, сайт мертв. Такая же история и с официальным сайтом телеканала АТВ. Дидос-атака – верное средство создать проблемы любому интернет-ресурсу. Одновременно с огромного количества компьютеров осуществляются массовые заходы на определенный сайт. Цель – перегрузить сайт и сделать его недоступным настоящим пользователям. Дидос – дело дорогое, но организаторы атаки средств не жалеют. На это дело не жалеет денег, потому что сила атаки настолько велика. Я бы сказал, что это самая сильная атака, которая подвергалась АТВ. Доступен только одесситам, которые работают через одесских операторов интернета. А всех, кто пользуется, вся Украина не может зайти на наши ресурсы. Перебои в работе сайтов журналисты таймера и АТВ стараются компенсировать активностью в интернете. Все свежие новости мы дополнительно публикуем на страницах своих изданий в социальных сетях.